Пятница В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицей. Пожил он с ней немалое время и задумал ехать в ту чужедальную землю, где жиды Христа распяли. Отдал приказы министрам, попрощался с женою и отправился в дорогу. Долго ли, коротко ли, приехал в чужедальную землю, где жиды Христа распяли, а в той земле правил тогда проклятый король. Увидал этот король царя, велел схватить его и посадить в темницу. Много у него в темнице всяких невольников по ночам в цепях сидят, а по утрам надевает на них проклятый король хомуты и пашет пашню до вечера. Вот в такой-то муке прожил царь целые три года и не знает, как ему оттуда вырваться, как дать о себе царейце весточку. И выискал таки случай, написал к ней письмецо. Продавай, пишет, все наше имение, да приезжай выкупать меня из неволи. Получила царица письмо, прочитала и восплакала. Как мне выкупить царя, если сама поеду, увидит меня проклятый король и возьмет к себе за место жены. Если министров пошлю, на них надежи нет. И что же она вздумала? Остригла свои косые русы, нарядилась музыкантом, взяла гусли и, никому не сказавшись, отправилась в путь дорогу дальнюю. Приходит к проклятому королю на двор и заиграла на гуслях. Да так хорошо, что век бы слушал, не наслушался. Король, как услыхал такую славную музыку, тотчас велел позвать гусляра во двор. — Здравствуй, гусляр, из которой земли ты, из которого царство? — спрашивает король. Отвечайте ему, гусляр. — Сызмала хожу, ваше величество, по белу свету, людей веселью, да тем свою голову кормлю. — Остабайся-ка у меня, поживи день, другой, третий, я тебя щедро награжу. Гусляр остался. День-деньской перед королем играет, а тот все досыта не наслушается. Экая славная музыка, всякую скуку, всякую тоску, как рукой снимает. — Прожил гусляру короля три дня и приходит прощаться. — Что ж тебе за труды-то пожаловать? — спрашивает король. — А пожалуй, государь, мне единого невольника. У тебя много в темнице насажено, а мне нужен товарищ в дороге. Хожу я по чужедальним государствам, иной раз не с кем слова молвить. — Изволь, выбирай себе любого, — сказал король и повел гусляра в темницу. Гусляр оглянул заключенных, выбрал себе царя-невольника, и пошли они вместе странствовать. Подходят к своему государству, царь говорит, — отпусти меня, добрый человек, я ведь не простой невольник, я сам царь. Сколько хочешь, бери в выкупу ни денег, ни крестьян не пожалею. — Вступай с Богом, — говорит гусляр, — мне твоего ничего не надо. — Ну, хоть в гости ко мне зайди, будет время, побываю. Тут они распрощались и пошли каждый своей дорогой. Царица побежала коль на ее дороге, прежде мужа домой поспела, сняла с себя гуслярское платье, нарядилась, как быть следует. А через час времени закричали, забегали по двору придборные, царь пришел. Царица к нему навстречу бросилась, а он со всеми здоровается, а на нее и смотреть не хочет. Поздоровался с министрами и говорил, — вот, господа, какова жена у меня, теперь на шею бросается, а как сидел я в неволе, дописал к ней, чтоб все добро продавала, до меня выкупала, небось, ничего не сделала. О чем же она думала, коли мужа позабыла? Министры, доложили царю, ваше величество, как только царица получила ваше письмо, в тот же самый день неизвестно куда скрылось, и все это время пропадало, во дворец только сегодня явилось. Царь сильно разгневался и приказывает, — господа министры, судите мою неверную жену по правде поистинной, где она по белу свету таскалась, зачем не хотела меня выкупить? Не видать бы вам своего царя веки вечной, если б не молодой гусляр, за него стану Бога молить, ему половину царства не пожалею отдать. Тем временем царица успела нарядиться гусляром, вышла на двор и заиграла в гусли. Царь услыхал, побежал навстречу, схватил музыканта с заруба, приводит во дворец и говорит своим придворным, — вот, от этот гусляр, что меня из неволи выручил. Гусляр сбросил с себя верхнюю одежду, и все тотчас узнали царицу. Тут царь возрадовался, начал на радостях пир пировать, да так, целую неделю и прохлаждался. Вот такая сказка. Субтитры создавал DimaTorzok